Всем привет, друзья. Мы продолжаем. Уровень преступности в городе вырос на 31%. Ну, это из-за... из-за банд. Племянник мэра высказал желание стать шефом полиции. Ну, ладно. Фермеры Фрибурга отчитали все о рекордном уважении. Ну, блин, луки. Пусть будет племянник мэра. И главное, чтобы мэр со мной нормально, блин, общался. Блин, лычек нет. Я бы давала кому-нибудь лычку. Опять будем слушать Шопена, потому что нам так... опять-таки сказали. Ну, я все равно ничего не слышу, поэтому мне пофиг. Ваша доля? Вы же, друзья, прислали вам долю от продажи не автоматически. А-а-а-а, то есть мне еще... Отдай 50% вашим подчиненным. 50% от там подчиненным. Чтоб они со мной дружили и... Чё опять? Наши люди проверяли улицу, по которой скоро должен проехать мистер Сент. Заметили там планку с оружием в руках. Наверняка неподалеку притаилось еще несколько ублюдков. Наверное, Варга хочется застать нас врасплох. Давайте лучше застанем врасплох его немытых обезьян. Давай. Те. А, я не свернулся. Чё там как с детьми? Как там всё? Ай, блин. Я бы реально одного детектива наняла бы на эту смену, потому что у меня тут 4, а тут всего лишь 3. Поэтому... Поэтому вот. Чё? Порчи имущества в аркадном зале. Позвонил кассир аркадного зала и пожаловался на тех подростков, которые выломали руль у автомата. Турбо-нитро. И теперь пытаются сбежать. Ну, окей. Это работа для вас. А у вас меньше 150. Это тебе собаки поможет. Нет. А нет, у тебя меньше всего, поэтому давайте. Чё там, ну, подростки. Ну, хотя они бешеные, но всё равно нормально. День 14 у нас. Так. Супруга пресс-секретаря мэра очень любит хоровое пение. Сегодня она отмечает свой день рождения. Будьте добры прислать несколько человек с хорошими вокальными данными. Асана, будешь петь. Вы будете петь до этого, ну, чё-нибудь там. Блин, я бы этих отправила, ну, блин. Ладно, пусть. Она на задание, я ничего не знаю, придётся. А они, если вернутся, то они будут работать, или они на весь день уехали? Ну, всё, ну, чё там, подростки? Во, Ностин лучше, Асана уже стала. Торговля оружием. Очевидцы, сообщу, что какой-то мужчина продаёт оружие прямо на улице из багажника своего автомобиля. У нас тут каждый день стреляют. Сделайте, наконец, что-нибудь. Блин, ну это серьёзно. Ну, я самых опытных отправлю. Блин, сейчас они приедут, я, короче... Они успеют приехать, по-любому. Ну, чё ты мне мигаешь тут? Блин, Остин, ты не умрёшь, я надеюсь? Ну, у неё не пять опыта, и не десять, и не тридцать, как у этого бёрча. Так что пусть должно быть... Пусть всё будет нормально. А чё, у нас, получается, как раз неделя прошла. Четырнадцатый, если день. Ну, ладно, значит, игра с храной. Ну, вот только цубаки у меня нет, потому что у меня... У меня спецназ и автозак. Так что... Перестрелка, да чё ж вы все... Водитель погрузчика заметил несколько вооружённых людей, пробирающихся между контейнерами. Вскоре раздались очереди. Выстрелов и крики. Точное количество людей с оружием неизвестно, но сотрудник порту видел не менее пяти человек. Тут надо всех посылать, я не могу посылать всех. Ну, хотя тут времени много. Ну, нет, они не успеют приехать. Они ждут собаки. Сейчас отчёт будет. Опять? Наш человек без... Наш полотенце свёз полотенца, салфетки и разные кухонные принадлежности на ранчо. Ну, мафия тоже занимается такими бытовыми вещами, так что... Его перехватили сраные панки, распросили коробки, устроили цирк. Прямо сейчас пляшут, там огревляются. Нам не жалко полотенец, но нужно же преподать этому отребный урок. Ну, ладно, потом одного человека. Ну, ладно, дожди. Конечно, мафия. Блин, перестрелка. Ну, они не успеют. Чё тут? Блин, тут так мелко пишут, я просто не вижу. Господин Буэд, мне очень неловко снова обращаться к вам за помощью, но вы единственная, кто может решить эту проблему. Эти пластинки, что... А, это понятно. Что сделала моя бывшая, я, конечно, верну. Да и она вроде как ничего не догадывалась. А вот её тупорылый брат имел на эти пластинки свои виды. Этот идиот нанял честного сыщика, который три дня подряд дежурил у него... Бля, почему такой длинный текст? У него магазина я сегодня имела наглость лично зайти ко мне. Домой... Ко мне домой... Чё написано? И увлечить меня при частности к исчезновению пластинок. Я уже не знаю, есть ли у него доказательства, но риски слишком высоки. Могли бы вы припугнуть их обоих, чтобы не вмешивались чужие дела? Магазин открыт для вас любое время. Блин, подожди, чувак. У меня и так никого нет. Так уже опоздали. Ну, никого нет! Ну, не могу! Ну, не могу! Все погибли. А, нет, никто не погиб, просто скрылся онлайн. Окей. Тебе... Одного человека. Нет, не ее. Вот эту, поопытную. Тебе троих... Вот этих... Зрительный индивидуум в торговом центре вреды. Бывший пациент психиатрической лечебницы. Я хочу сказать, больницами. Лечебница Кларк Лебока обратился в полицию из-за маньяка, пристающего к людям в торговом центре. Лебока утверждает, что речь идет о настоящем убийце, который ни перед чем не остановится. Это твое лекарство? Блин. Я не знаю. Блин. Там надо... Блин, ну если... Сейчас какой-нибудь вызов важный вылезет, у меня никого нет. Ну как тогда с перестрелкой? Ну хотя зато никого не убили, я удивлена, потому что это перестрелка, там должны были кого-то убить. Шеф, проблема решена. Мистер Бибер отблагодарил... Бибер? Ха-ха. Ай, владелец, блин, музыкальный это. Музыкальный магазин. Отблагодарил билетами на сегодняшний фестиваль ирландского джаза. Звучит круто. Хорошо. Четыре тысячи, нормально. Ну хотя бы не две тысячи, которые там за присмотры с детьми... Тут какая-то... Подозрение вызвал сотрудник торгового центра в костюме героя из фильма «Кровь. Лучшая одежда». Посетителям он угрожает понарошку, никого убивать не собирается. Я только подумал, что это ложный тревог. Ну что, все уже. Сейчас ночью сейчас будет. Что, серьезно? Вы еще приезжать будете так долго? А, они на вызов приехали. Не поняла. Что так долго? Ладно. Е-е-е-е. Четыре-два. Ледиа. Потому что мы круче. Реально я тебе говорю, это смена намного круче, она мне больше нравится. И там люди какие-то, я их лучше с запоминанием. Ну, какие-то они крутые. Мэри доказал свою неприверженность непотизму. Мэри уже считает, что шефа полиции не должна быть выборной. А, то есть ты кого хочешь назначаешь, ну понятно. Мой Роджерс. Если мой племянник хочет возглавить полицию, я его поддерживаю. Если он будет хорошо работать, то я не против. Сомневаюсь, что он будет хорошо работать. Увольнять я его не буду. Сегодня из другой стаяны приезжают родственники и нужно их встретить. Блин. Да, ну приходи завтра. А, одна лычка у меня есть. Так. Я вандалу дам, потому что он крутой. Он вандал. Йо. Окей. Блин. Дай мне Шопена. Дай Шопена мне. Ой, дурак. Ой, дурак. Ах. Чё тут можно? Откуда она? Скоро в продаже. А-а-а. Я просто хочу взять Шопена. Наконец-то. Окей, чё. О, можно. От Мэрии. Читая последнее событие, мы должны пойти на некоторые уступки в отношении с феминистскими. Сделайте так, чтобы как минимум половину вашего штата составляют женщины. Проверим через три дня. Ну, это не сложно, у меня и так дофига денег, у меня дофига, у меня дофига денег, у меня дофига женщин. Выпивки. Ай. Где-то 15 мужчин. Сейчас, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять только. Надо было больше женщин нанять. Я бы хотела её нанять, но, блин, я не могу же её увольнять просто. Серьёзные последствия, может быть. Ладно. У меня есть три дня. Угроза самоубийства на мосту. Таксист слышал к реке и заметил несколько людей, когда проезжал по мосту возле порта. Порта или порт. Он становился узнать, не требуется ли кому-то помощь, но, приблизившись, понял, что мужчина собирается забросить в ледяную воду двух детей, после чего покончит с собой. Джейсон бросил нас. Бросил нас, я потерял работу. Мы не выжим, мы не выжим, лучше прекратить и сейчас. Здесь перейдёшь слово самоубийство. Джейсон бросил нас? А, это значит, у него муж был, наверное. Ну, пусть. Вы уже справитесь, я надеюсь? Злон с проникновением. В моем доме кто-то есть. Я слышу, как кто-то водит ногтями по двери на первом этаже. Послушайте, поспешите, скрипучевый шепотом сообщил пожилый мужчина. И чё? Я сомневаюсь, что это чё-то вообще нет. Мне кажется, это ложный вызов. Прицепление ловушка. Надо побивать мужика. Чтобы нанять потом тёток. Тёток. Ну, блин, ну а чего? Надо мэрию слушаться. Ну, я постараюсь, если не получится. Придётся. Два соблаканных мальчишки в шоковом состоянии стоят прямо на краю моста. Рядом стоит нетрезвый отец, который медленно подталкивает детей всё ближе к обрыву. Дружище, не кипятись, расскажи про свою жену. Ребята, не волнуйтесь, всё будет хорошо. Дружище, не кипятись, расскажи про своего мужа. Я слышала, что Джейсон бросил нас, значит, про своего мужа. Сильные пары ветра едва не сбросил у ребёнка с моста, но тот в последний момент удержался до крови, разотрав колено. Слушай, хватит валять дурака, дети и так уже настрадались. Бросится на помощь детям никак не реагировать. Мужчина с заплетающимся языком бью, что больше не собирается откладывать неизбежное. Уйти и вся жизнь впереди ты не можешь решать за них. Мы подождём немного, скоро ей... Сюда едет человек, которому ты не безразличен. Добравить на мужчину оружие и приказать это идти от края. Твой муж приедет. Фу, никто не погиб. Очень хорошо. Очень хорошо, очень хорошо. Душение общественного порядка. Секретарь Абигейл Джонсон сообщила полицию, что начальник Мартин Каббек вернулся после совещания. Я сам не свой. Он постоянно лазил в сейф и доставил... Ааа, блин, что я спотыкаюсь постоянно? И доставал оттуда огромный пакет белого порошка, и что ты делаешь с ним? Сейчас он постоянно орёт, ведёт себя крайне неадекватно и требует, чтобы она доставила ему... Доставила ему голову единорога. Иначе он перережет ей горло ножом для бумаги, а затем возьмётся за всю её семью. Блин, надо ещё одного человека. Я могу отправить двоих, но я боюсь, он неадекватный слишком. В доме никого не оказалось, кроме соваки, которая просилась на прогулку и царапалась в дверь. Я думала, что это кошка, типа. Ну, какая разница? И ты поедешь. Просто так. Чтобы был. Член нашей семьи обедает в ресторане со своей тайной любовницей, поскольку встречи секретной охраны было немного. А один из подручных варгис сумел проскочить в зал с гранатой. Этим лучше заняться полицией, неофициально, конечно. Ну, давайте разбирайтесь. Так, чё? Кокаин? Пусть мафия продаст. Уже 52 тысячи. Нифига мы набираем обороты. За 15 дней 52 тысячи заработает долларов. Ты вообще себе представляешь? Я вот не представляю. Но надо будет нанять женщин, потому что мэрия так попросила. Хотя я считаю, что это бред. У меня даже больше как работают, смотрите, а не то, как у пола. Заход заложников с жертвами. Банк Фриборга. Мужчина в костюме вошел в фойе банка, запер дверью, убил несколько человек. Он ни слова не сказал, просто начал парить в людей, заявил очевидец. В здании осталось десяток людей. Надеюсь, что на древу они преступника неизвестны. Со спецназом поедете. Чё-то прям очень серьезно. А чё, как там, справились? С мафией. Чуваки. Мы же приехали. Ничего и денег не заплатили? А, может, поэтому сказали неофициально. Все поедут. Вот точно тоже справятся. Там столько человек. Я просто, если они не справятся, я не знаю, что делать. Блин, я не смогу сейчас помочь. Девушка по имени Анна держит небольшую бухгалтерскую контору и помогает нам с решением некоторых специфических вопросов. Сегодня, возвращаясь с работы, она заставила свой дом в огне. Эти молодые, что устроили пожар, до сих пор стоят там и любуются пламенем. Было бы здорово, если бы кто-нибудь бросил в огонь их проломленные черепа. Ну и сами приедут у меня, полиция. Вот эти у меня качаются уже, скоро вообще крутыми будут. Блин, мне надо, чтобы кто-то не пришел на работу и чтобы это был мужик. Чтобы где женщина наняла. Это же не серьезно, я надеюсь. Пусть опять Робинс поедет и поедет. А, блин, им же опыта за это не дают. Надо было нормальный проект. А то вдруг еще пристрелит. О! Вот, темная машина. Выскочила из-за угла. С грохотом заехал в бордюр. Вот это точно последняя, потому что тут он как раз сбивает жертву. Да, кадров мало. Неправильная линия с красной машины. Мне надо с черной. Ну, че там? Что, вы умеете? Ладно. Еее, сэнды впереди. Ладно, завершить день. Че-то вообще никаких расследований нет. Бизнесмен собираются покинуть город. Все, 6% жителей города не поддерживают снос кукурузного монумента. Во фриборке может появиться киностудия. Это клево. Поедем на работу. Блин, я включу свет, короче. Там не темно. А, странно. Ночью сгорел дом, а мой пожилой отец был внутри. Нужно как-то прийти в себя, да и похороны нужно начинать планировать. Можно я сегодня не буду работать? Да. Блин, ну это очень серьезный. Конечно. Я же не изверг, чтобы людей. Отправлять, блин, на работу, когда у них такое горе, блин, случилось. Интересно. Оль, ждать запросы. Йоу! Ес, есть, есть, есть. Два раза в день. О-о-о-о. Наконец-то. Еее. Блин. Тут нет. Тут... Куда делась-то тетя... Ммм. Сосилию придется нанять. Куда мы ее наймем? В смену бы я там три, по-моему. Так, блин. Ну что, нормально? О! 50%. К рынке должны были забраться в школу детей нашего юриста, но оказалось, что за минуту до нас их перехватили люди, похожие на панков Варги. Мы не знаем, как Варга нашел этих детей. Они учатся под фальшивой фамилией, но действовать в любом случае нужно быстро, они не могли уйти далеко. Блин, почему Асана у меня постоянно отстает? Я ее, вроде, посылаю-посылаю везде, но все равно слабая. Ну пусть поедет эти. Но все равно им опыта не дадут за это. Ммм. Так, а следующее у меня при... Ага. Так. Все равно им надо больше женщин. А можно посмотреть, я могу уволить их или нет? Ага, сейчас посмотрим. А что это за буква А? А? А это алкоголик или что? Места не надо. Ну, здесь точно нельзя. Слишком стар можно... Ну, блин, но он старый, но опытный. И все равно у меня женщин тут нет. Что делать? Ну, у меня сейчас на одну женщину больше. То есть, получается, 10 на 15. Ну, все равно, блин. Мне надо либо пять женщин, либо... Мне в любом случае надо пять женщин. Либо меньше, но надо уволить мужчину. Две ученицы старшего класса устроили драку прямо на уроке химии. Учтительница Долора Спондер, назовавшая полицию, сначала попыталась успокоить их, а затем полезла разнимать и получила в глаз. Ну, Асана, ну ты же можешь с этим разобраться. Почему? Блин. Ладно. С Гримсом поедешь. Что значит буква А? А, тут у нас... А, блин. Блин, уже идет расследование, я что-то не заметила. Просто оно одно. Я всех сюда... Вообще ничего нету, ни архива, ни банк. О! Кража. Музей эмоций и изобразительного искусства. Ночью из музея исчезла неизвестная картина голландского мастера Деврума, недавно выставленная для обозрения. Разбито окно музея, внутри на полу валяется кирпич. Блин, столько детективов. Это, кстати, наверное, полезно. Может, как-то влияет. Так, кто у нас сегодня? А почему все дома? А, ну она дома, потому что я ее еще не наняла. Вот так. Расследуйте. Да нету, тут... Тут нету женщин. Нету женщин. Ты видишь тут женщины? Я не вижу тут женщин. А смысл мне еще мужиков? Что значит? Перемещать в смену, может? Только незаконно увольнять. Я не буду незаконно. А хотя у меня есть это... Ну, смысл мне. Я могу просто воспользоваться услугами мафии и поубивать их. Ну, блин. Там все равно я нанять женщин-то не смогу. Ну, смысл мне в этом. Мисс Дунбар сообщила, что медсестра пыталась продать ей наркотики прямо в больнице. Я пришла напрямую к врачу после перелома. Медсестра услышала, что я жалуюсь на боль. Дождалась, пока доктор выйдет. И стала нахваливать свой товар лучше любого века Дина, говорила она. Ну, ладно. Нет, не так серьезно. Ну, так пусть будет. Ну, все, молодцы. Там драка школьников. Что там делать-то? О, Сана молодец. А Сана старенькой стала. О. Рафаэль Кампо, сохранник музея. Я делаю обход музея каждой час. Сигнализации здесь нет. Мэрия уже который год не может выделить нам на нее деньги. А зоны разбитого стекла я не услышал. Не услышал. Музей-то не маленький. Когда я в очередной раз делал обход, уже под утро окно было разбито, ход вырезан из рамы, никаких следов вокруг, только кирпичный баллон болелся. Парковка всю ночь пустовала, только под утро там появился велосипедист с тубусом на плечи. Парень медленно катался на парковке, потом оставил велосипед и на пару минут ушел из зоны видимости. Затем он вернулся в кадр и селся на велосипед и уехал. Вандерхоф, студент художественной школы. Я страдаю от бессонницы и часто уезжаю на велосипеде по городу в глубокую ночь. Я взял с собой тубус, а потом... А, и другие принадлежащие, чтобы не возвращаться домой. У меня с самого утра занятие в школе. У меня остановился от линии, признаюсь. Я люблю помечтать угол этого здания, воображая, что однажды и мои работы будут висеть здесь. Преподаватель художественной школы. На лекциях по творчеству голландских мастеров Брэм Вандерхоф всегда резко... Блин, я не вижу, что-то написано. Резко высказывался по поводу работ Деврума. Он называл легендарного художника переоцененной посредственностью и очень развеселился, когда неизвестную картину Деврума нашли на городской свалке. Говорил, что там есть самое место. Потом ему стало не до смеха, когда он узнал, что и эта картина Деврума попадет в музей. То, что я не удивлюсь, если это... Это Брэм вломился в музей и украл картину, чтобы сжечь ее или порезать на мелкие кусочки. Стекло выбито практически полностью сквозь окном. Мог легко пролезть взрослый мужчина и не порезаться. Большинство осколков стекла здесь наружу музея на асфальте. Ясно. Гримс, что с тобой не так? Почему у тебя буква А? Я не понимаю, что это. Реально продавала? Кокаин. Пусть мафия продавала с кокаин. Ай, блин. Мистер Боэт, я составительный человек, которому не безразлична судьба города. Я хочу пожертвовать полицейскому департаменту сумму достаточно для того, чтобы нанять трех дополнительных офицеров. Но при одном условии. Одно из этих мест займет мой приемный сын. Разумеется, вы не можете уволить его ни при каких обстоятельствах по рукам? Конечно. Персик. Сэн, кто... Это точно сын? Он похож на Игоря Николаева, кстати. Кто-то пристал на улице к свободной сестре, членам нашей семьи. Ее водитель позвонил нам из таксофона. Но сам он с собакой сделать ничего не сможет. По описанию нападавшую очень похоже на людей в арге. Задержите их до лбуева до прибытия наших парней. Не бейте их слишком сильно, просто сделайте так, чтобы они не сумели скрыться. Приготовили для них сюрприз. А, нет, Перси сильно устал. Че-то он не работал, но устал. Персик. У него волосы как цвета, как персик. Я буду его персиком звать, потому что мне так нравится. Три места. Блин, одни мужики, одни мужики. Блин, на следующий день надеюсь, что будет нормально. Либо я буду увольнять незаконно. Но я не буду увольнять незаконно, потому что не хуже от этого было. Ограбление центра города. Позвонил парковщик, который только что видел, как к девушке, выходящей из дорогой машины, подбежал парень в капюшоне и угрожая электрошагерам... Ой, у нее сумку, нифига себе. Это не так серьезно, поэтому... Че за буква А? А это алкоголик или А это... Другое. Пусть они поедут. Мы уже свет включили. Я вон свет себе включила, и тут свет включили. Нападение с проведением холодного оружия из правительного учреждения Diamond Dux. Пожилому зэку надоела еда в чрезвычайной столовой, и он пробрался на кухню с заточкой, побеседовал с поваром. Полиция позвонила охранник, который боится заходить на кухню, чтобы не спровоцировать зэка. Ну вот эти пусть поедут. Котя за главный будет. А, че-то... Блин. Сейчас. Ограбление. Хорошо. Еще... Сейчас закончится смена. До полукухни разбитые тарелки, перевернутые кастрюли, смутные жижи. Пожилой зэк сидит на табуретке, макает повара лицом в кастрюлю, приговаривая сам ешь, что дерьмо. Э, у нас здесь остался еще теплый бургер. Отпусти-ка повара. Повезло, что тебя вообще... Тебя вообще гоню. А, так легко... А, ну пожилой зэк, ему уже, наверное, пофиг. Персик. Реально, он... Это... Он пьет за любовь просто. Он очень похож на Игоря Николая. Ты вот просто загуляй и посмотри. Это вылитый. Что это? Там кирпичом проломили, так что это очень неправильно. А, типа, он делал обход? Ну да. Кирпич. Я не знаю, какой посредствующий, но я просто так поставлю. Блин. Персик, почему ты мужик? Был бы ты женщиной, я вообще... Блин. Он похож на женщину, может, я люблю тебя за женщину. Пожалуйста. О, Сэндо 8, парни 5. Потому что Сэндо круче, они прошарены. прошаренный я все нифига то устал ты не вообще ничего не делал устал от ничего не делали ладно продолжу следующей серии так что так много времени прошло всем пока